Вот она наша столешница. Так, вторую обоину наклеили. А, у меня тут генеральная уборка. У нас совместная тренировочка. Так, я обожаю этот тортик. Так бы прям я кинул бы и смотрел. Налила сейчас сюда 3,5 литра водички. И вот будем разводить половину вот этого клея, потому что больше не надо. Куда носу суешь, Барбосина? Наклеили первую. Разглаживаем от серединочки вот сюда. Я не такой профи, вообще клеить обои ненавижу. Но вроде приклеили одну. Девочки, представляете, какой лайфхак? Вы видели вот такую вот кисточку? Она, оказывается, кисточка-карандаш. Ей можно, если что, отметину поставить. Смотрите. Кто-нибудь знал, напишите. Я первый раз такое увидела. С вами делюсь. Так, вторую обоину наклеили. Теперь обрезаем. Запасиком чуть-чуть. Страшно, конечно. Денечка, не мешай мне только. Не, мы. О, очклило трендецец. Лишнее что-нибудь... Ну, обрезать туши не нужно. Хотя здесь может плентус быть. А! Все. Так, ну что? Две уже наклеили. Обалдеть! Вот это еще ювелирная работа была. Вырезать все. Здесь мы дырочки вытащили. Это у нас телек здесь стоит. А здесь у нас саундбар. Но мы решили его чуть-чуть повыше сделать. Поэтому дырки не стали здесь. Короче. Уже нравится. Стыка не видно. Согласитесь? Кто видит стык? Стыка нет. Стыка не видно. В общем, все. Несу я папку. Утро у нас. Доделали мы задание. Сейчас покажу. Вот это задание, которое в конце видите. Обвести буковку У и подчеркнуть буковку А. Я хотела, чтобы он сам сделал. Вот. Короче, все повторили. Почти все сделали. Какие-то задания даже для меня были непонятные. Например, смотрите. Вот второе. Где, видите, написано шар. Потом какая-то соска нарисована. Ну, я вижу соску. Я не вижу ничего другого. И нарисован айс. Айс. Но здесь везде по три буквы под ними. И написано. Определи место звука. А в названии картинок обозначь его красным цветом. На каждой схеме. Я не поняла, короче. Вот шар я поняла. Типа А. Нужно было выделить красным. Но я не выделила. Забыла. А вот эта вот соска. Три буквы. А, есть четыре буквы. Я, короче, не врубилась. Вот. Ну, и, короче, одно упражнение не сделали тут. Короче, что-то сделали. Что-то сделали и молодцы. Блин, нам же сказали овощи и фрукты в садик взять. Представляете? Здрасте. А у вас овощи и фрукты продаются? А? Овощи и фрукты продаются какие-нибудь? Да. Где? А вам вовку. Пойдем скорее, Дэнь. Что-нибудь надо взять. Подделки. Слева. Да, я спущу. Так, беру огурцы, беру помидорку, подделки. Вот и думаешь, выкинут они это потом или что они потом с этим будут делать. Сейчас возьму хорошие помидоры розовые, понимаете. Так, возьмем желтенький, да, наверное? Возьмем желтенький перчик. Фрукты мы возьмем. Яблочко. Апельсинка. И бананчик. Можно грушу еще взять. Зашла я сейчас в магазин специально, девочки, на 170 рублей. Я взяла там огурчик, помидорчик, картофель, перец, извините меня, дорогущий. Здрасте. Здесь овощи, там, груша по 130 рублей килограмм. Понятно, что я все по одному купила, но все равно я бы с удовольствием все это сама съела. Я это, значит, в пакетик Денни сложила. Я сейчас говорю, вот мы подписали пакетик. Я думала, что каждые овощи, фрукты идут для каждого ребенка. А рядом стоит мама чья-то и говорит, ой, а вы сколько нужно принести овощи, фрукты? А то я забыла. И та и говорит, воспитательница, которая в прошлый раз на меня наехала, сказала, что я как дитё малое, что я что-то забыла. Ой, ладно, не надо, говорит. Мы сейчас уже начинаем. Там хватит. Она говорит, да я успею сейчас. Вот ларёк рядом. Да не надо, там много. То есть понимаете, да? Кто много? Это такие, как я, наверное. С утра захватили, кучу всего взяли. Куда эти овощи, фрукты потом, блин, будут? 170 рублей вот так вот. Ну и, короче, в такие моменты просто ты думаешь. Либо к тебе какое-то отношение предвзятое. Либо под настроение ты попала чье-то не то, понимаете? То есть я как дитё малое, что что-то забыла. А кто-то забыл и... Да ладно, там хватит на всех. Ой, бесит. Сейчас, кстати, обои всё. Вчера просто вырубилась в полдвенадцатого. Хотя обои быстро поклеились. Но пока разглажили, покатили, повесили на место. Пока там денька что-то, то всё. Я его долго укладывала. Я встала, его уже уложила. Я встала, было 12.30. Хотя я его пошла укладывать, было 22.30. Я вообще два часа укладывала. Ну, что-то он вертелся, там то всё. И вот это я лежу пять раз уже сама уснула. Так, ну что, мои хорошие, показываю вам с этой стороны. Всё прикольно получилось. Эту зону мы ещё будем делать. Вот эту правую. Вот пока что зона вот эта у нас готовится. Мы решили, первое, что я вам хочу сказать, мы решили не вставлять вот эту вот заглушку, которая была белая, а ставить вот такую полосу тёмную, контрастную. Она тоже делает своё дело. Мы оставили вот там, видите, наверху. Вот. До белой зоны мы её оставили, видно вам или нет. А потом идёт тёмная. И вообще кайф туда опустить подсветку, чтобы в этой зоне была вот так вот подсветочка, чтобы всё можно было выключить, а именно в этой зоне включить. Далее. Я проснулась с утра сегодня и увидела, что у нас отошли обои. У нас вот здесь разъехалось, ну то есть чуть-чуть там, да, миллиметрик один, но его было видно. Вот. Всё это отклеилось, приклеилось, заново стыки сделались. И для того, чтобы, ну, оно высыхает, наверное, как-то усыхает, либо холодно было, открыли окно, и вот как-то всё вот так вот оно пошло, я решила сделать вот так, приклеить, допустим, да, и стык прям в стык, и вот я приклеила. Пусть оно засохнет именно так. Это малярный скотч, он очень легко потом отдирается, вот спокойненько, видите. Всё будет хорошо, специальный малярный скотч. Вот. Короче, эти стыки вот здесь, ну, проклеили, да, и соединили. Дальше. Здесь вот в этой стороне пошла волна. Вот здесь вот прям была такая раз, и волна. Что я сделала? Я просто отклеила, ну, вот так, вот так вот, да, как-то вот так вот так оно отклеилось. Снова там проклеила, натянула. Это флизелиновые обои, они такие немножко подрастягиваются как будто. Натянула и вот так вот приклеила тоже малярным скотчем, для того, чтобы было натяжение и не было никаких здесь волн. Пусть оно вот так всё и высохнет. Сейчас всё идеально. Вот здесь тоже волна была. Тут мы чуть подрезали, где уже не найти. А вот, вот здесь вот, да, чуть подрезали, и тоже волну это убрали, кстати. Стычок вот здесь вот. Нормальный. Может, тоже скотчем малярным. Сейчас скотчем малярным тоже тут закреплю, чтобы не разошлось. А то вниз тянет как бы это. А так всё хорошо. И вот здесь тоже в углу вроде проклеила хорошо, а вечером уже смотрю, а оно отходит. И, короче, ещё раз проклеила. Может быть, сначала клея не так много делали. Вот. В общем, сейчас всё ровненько, всё хорошо, и ждём, когда всё хорошо высохнет. Дальше. Дальше ковролин. Смотрите, как хорошо он здесь смотрится без каких-либо плинтусов. Вот. Это нравится. Ничего ни плинтусов здесь не будет. Вот. Ну, здесь думаем делать полочку ещё вот так вот как-то, да, на которой будет, скорее всего, стоять саундбар. Ну, это вот как бы смотрим, да. В проёме, думаю, арку сделать. Ну, ещё думаем, короче. Вот эту стену тоже будем декорировать как-то. Не знаю. Одна из идей – это покрасить её в белый и ещё лаком глянцевым сделать, например. Вот. Мою рабочую зону тоже планируется как-то выделить. Может быть, вот здесь вот будут какие-то полочки, что-то такое сделать, какого цвета ещё, не знаю. В общем, что-то такое. Стол будем сегодня вечером прикреплять. Короче, вот такие вот дела. Мне нравятся, честно. С учётом того, что я люблю белый цвет и всё такое у меня белое должно быть, я согласилась на такие обои. Я согласилась на чёрную столешницу. Кстати, девочки, по поводу столешницы, можете сразу мне уже рекомендовать какие-то средства, чтобы не было на чёрной столешнице видно разводов. Это просто трындец. Вот чем её не помоешь, какие-то разводы. Ну, вот сейчас я смотрю, вроде чистенько. А это знаете, чем я делала? Сейчас вам покажу. Это Фаберлик. Средство для поверхностей. А оно, я так поняла, с маслом Амлы. Я уже вам показывала. И, видимо, за счёт того, что... А, нет. Универсальное антибактериальное средство для обработки ванной, комнаты, кухни, обуви, места содержания животных. Ну, вот я им попшикала, и всё. И разводов нет. Довольно-таки... Хотя нет, вот чуть-чуть видно. Чуть-чуть видно всё равно эти разводы, короче. Нужна, мне кажется, и тряпка специальная, и специальное средство без разводов. И я понимаю, как тяжело, наверное, людям, у которых чёрная мебель, чёрная кухня. Это просто трындец. Не знаю, глянец, мне кажется, видно все вот эти вот ляпки. Это всё равно, как на телевизоре, да? Все эти ляпки постоянно полировать. Даже чёрная матовая оставляет следы, разводы. На ней всё так видно, пыль. Так что вообще никому не рекомендую брать. Вот у нас столешница... Брать тёмное никому рекомендую. У нас столешница, которая... Вот стол был до этого, да? Светлая. Просто я на ней режу даже. Наверняка на ней есть какие-то царапины, но их не видно, нифига. У меня вообще шикарная кухня. И даже белый цвет софт... Вот этот вот софт-тач, да, называется. Вообще шикарно. Я наверху вот там вообще не мою. Возможно, и какая-то пыль есть, но её не видно, понимаете? На чёрном было бы всё видно. А на глянце были бы видны все пятна. Вот смотрите, вот там про верх я говорю, да? Я же залазиваю туда, пальцами трогаю, но не видно никаких пальцев, никаких ничего. И на вот этой тоже особо не видно. Вот. Низ единственное, что у меня сейчас бардак, вот сейчас я буду убираться опять. Каждый день. Я каждый день убираю. Каждый день что-то ставится. Ну, это сейчас инструменты, всякие карандаши. Там пока готовилось всё. Стоит. Надо за молоком сходить. Я кофе ещё не попила. Потому что закончилось молоко, а я забыла его купить. Представляете, малого ввела в сад? Проходила мимо магазина и забыла купить молоко. Короче, сейчас буду снимать. Василёк. У меня просто такой мешок, которого ещё никогда не было. Что моя девочка пришла? Что маленькая? Мама. Мама. Так, теперь, чтобы была совсем красота, взяли баллончик и покрасили обратную сторону столешницы. У нас столешница с одной стороны такая же, как и наверху. Чёрная в крапинку. А обратная сторона, она была бежевая. Я вам не показала, не успела просто. И вот такие вот ещё эти... Короче, будут крепиться... Короче, я вам покажу, потом их тоже красим в чёрный цвет. Слов с утра не хватает. Я кофе ещё не пила. Подстелили вот здесь, на общем балконе. Делаем. Всё чистенько за собой оставляем. Так, пока остывает столешница. Остывает, засыхает. Я зашла в магазин, купила готовую еду. Вот оливьешечка, оливьешечка. Венегретик. Тут, не знаю, что-то куриное с пюре. Первый раз беру. Ну, когда гос написано, вроде вкусная еда частенько бывает. Это санца. Нигде не нашла соевого молока. Взяла вот такой напиток безалкогольный. Соевый со вкусом клубники. Сейчас я с ним сделаю себе кофе. И вот такой ещё нашла. Баристо. Вон овсяный тоже, овсяной. Посмотрим. И так решила кофе сделать всё-таки вот с этим молоком. Попробуем. Девочки, как я обожаю этот тортик из Икея. Вот, именно этот. Там есть ещё миндальный, но миндальный не такой крутой, как этот. Я этот просто обожаю торт. Просто что-то из детства. Вот. Ну, вот такие маленькие кусочки ем, потому что он очень сладкий, притерный прям. Вот. И кофе, так как я его пью очень долго, мой первый кофе, вроде, ну, сейчас попробую вкус. Всё сделала. Я теперь буду пить вот в термокружке, потому что у меня всё быстро остывает. И я за утро, там, да, за 2-3 часа могу греть кофе раз 5. Слушайте, ну, по вкусу всё нормально, всё хорошо, как бы кофе, молоко нормальное, зачётное. Мои звери там, как всегда, шороху наводят. Я пошла монтировать. Покрасила второй слой пока столешницы чёрным, потому что там что-то как-то разводами пошло. Накрасила второй слой, и оно на балконе всё сохнет. Я пока монтирую. Поела. Поела десерт, кофе и монтаж. Итак, делается столешница у нас. Вот она, наша столешница. Мы к ней привинтили вот такие вот штуки. С одной стороны это к полу будет привинчиваться, и с этой стороны прям к стене будет привинчиваться большими такими саморезами, дюпелями. Дюпеля вот такие мощнявые, как видите, это в стену. Вот у нас сверло идёт на 10 мили... Ну, на 10 толщина миллиметров. И потом мы вкручиваем вот эти вот дюпеля. Так, в стене, смотрите, вот у нас получается всё отметили и сделали вот такие дырочки. Сейчас самое сложное осталось. Саму столешницу как следует сюда намертво прикрепить. Кстати, пока всё это дело вымеряли, высчитывали, у меня возникла идея продолжить стол. Вот у нас тёмный, да, будет вот так стоять стол. Продолжить вот этот стол вот так вот по верху. Я сначала подумала, столешница, да это же будет толстая. А потом вспомнила, что у них 0,4 миллиметра, это, знаете, для фартука. Продаются такие штуки. Вот сто пудов его прям продлить вот так вот, и получится вот такая вот чёрная стойка и отделит конкретно зоной. Посмотрим. У нас совместная тренировочка. Молодцы! Так, теперь обратно. Дэнни и Даня. Ручка не поможет, Даня. Стрелочка, начинай, но по рукам работаем. А ты можешь посмотреть? Ушки уже ручками. Ушки заживы. Ушки заживы. Ушки заживы. Внимание! Маш, полетели. Молодцы, какие! Приплыли! Дэнке нравится, он просит ещё. Чё ещё? Фух, ну что, присела, тут свет хороший. Видите, я просто так не могу где-либо снимать. Хотя я снимаю, конечно, где попала, но иногда, когда вижу свет хороший, думаю, присяду, да, расскажу девочкам. Сейчас мы ходили в бассейн в первый раз на совместную тренировку. Причём получилось так, вот прям, видите, то какие-то конфликты там небольшие случаются в бассейне, то раз, например, сюрпризы, да. Ну вот как бы зачёт уже, зачёт. Я расслабляюсь. Короче, в бассейне у нас сегодня 18.30, должен быть бассейн. Я из-за этих всех ремонтов, ну просто у меня вылетает всё из головы, хотя у меня и будильник, и всё стоит. И я такая, да, 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 да. В моменте уже 18.30, я с Денькой иду с садика, и мне звонит девочка с бассейна, говорит, а вы в бассейн? Я говорю, а ну всё, ну то есть я уже не буду бежать. Мы уже по-любому опоздаем, я только через минут 15, может быть, приду, 15 минут останется у нас поплавать. Я говорю, не, не хочу суетиться. Она говорит, так может вы на час позже тогда придёте на совместную тренировку, вы же хотели. А я видела, что там девушка одна ходила на совместную тренировку. Вот, и она же к нам пришла. Она говорит, вообще в наш бассейн ездит аж через там Ростовское море, где, ну далеко, короче, далеко. И вот ей нравится, она занимается. Только не с нашим тренером, с другим тренером. Так что я думаю, что надо ещё Деньку, наверное, поводить и к другому тренеру. Пусть он это, ну пусть два тренера будет, потому что это больше времени заниматься и больше возможностей таких. Вот. И, короче, Денька пошёл на тренировку совместно. Сначала там первые 5 минут такое что-то не понял, не понял, а потом они как раз плавались. И вот этот соревновательный момент. До нас старт, внимание, марш. И прям вдвоём, и он за ним повторяет, и стрелочку делает, и руками вот так вот делает, и вот так делает. Короче, мне очень понравилась совместная тренировка. Я прям даже рекомендовала бы вам, кто ходит в бассейн, девчоночки, детей своих отводят, относит, то это. Попробуйте совместные тренировки. Прямо сразу такой рост, сразу рост. Вот. Так что я говорю, можно только на совместные вообще ходить тренировки? Она говорит, ну, на самом деле, это первый опыт. Вот тогда, когда вы видели, вот эта девушка, кстати, и была тогда на совместной тренировке, а она говорит, так получилось случайно, там, короче, тоже что-то там со временем непонятно, и в итоге совместную провели. То есть они не собирались на индивидуальные ходят. Вот. А сегодня, ну, как бы тоже, видимо, понравилось, а сегодня вот решили тоже вот так совместную. Так а так и времени, понимаете, лучше будет. То есть если кто-то ходит, например, у меня любимое время 18, 18.30, да, если кто-то ходит, допустим, постоянно записывается, как помните, я не могла записаться на это время, да, ну, просто им предложить совместную тренировку, да, если они хотят, то можно вот так вот присоединиться к ним со своим тренером, да. Ну, если, конечно, тренер не занят, и это видите. Ну, вот, кстати, со вторым тренером, с Данилой, можно было бы присоединиться. Я ей сегодня позвоню и скажу, что мы можем и к тому, и к тому ходить тренером. Ты, если что, к Даниле пойдешь к тренеру заниматься? К Данилу? Да, второй, который тренер был. Хорошо, попробуем? Да. Ну, все. Ну, давай, ложи сок, пойдем дома налью в стаканчик тебе. Налазь. Давай. Ну, не бросай ты толку. Короче, класс, так позанимались, идем домой. Девочки, представляете, я пришла, а у меня тут генеральная уборка, моя ненавистная. Я подключаюсь, короче, и у меня здесь два шкафа есть взаимозаменяемых таких, да. Короче, я сейчас все сложила. Кофеваркой, которой я не пользуюсь, я ее убрала. Мультиваркой я сейчас уже вот два месяца ей не пользовалась, поэтому я ее убрала. Еще что-то там. В общем, короче, я складываю, немножко перебираю, что-то выкидываю. Сейчас я вам сниму видео отдельно, что я буду выкидывать, наверное, или не отдельно, или во влоге покажу. Не знаю, короче. Сейчас посмотрю, сколько она собирается. Может быть, это отдельное видео просто потянет. Короче, выкидываю хлам некий, который прям совсем хлам-хлам, да, и чуть-чуть порядок навожу. Сейчас покажу вам в конце порядок в зале. Ну что, мои хорошие, мы вели порядочек. Вот такая вот у нас красота, чистота и перестановочка. Смотрите. Диван, конечно, женовый нужно. Это все понятно, временный. Он маленький, я уже вам говорила, какой он будет. Ковролин. Здесь вот все переставили, перевесили, как видите, да. Саундбар стоит так, что розеточки не видно. Ну, это пока что Денька часики свои тут заряжает. Кстати, подарили нам часики, которые можно слушать, там и звонить ребенок может. Вот такие часики, Денька любит часики. Вот, генералиссимус чуть-чуть-ка мы сделали здесь. Вот. Все чистенько, все поубирали лишнее, нафиг вообще все лишнее. Мультиварку, кофеварку, все убрали. Все, короче. И разобрала я вот эти шкафы. Значит, здесь у меня получается практически, ну, то, что мы пользуемся непосредственно, да. Сюда я сложила все то, что как бы мы пользуемся с краю, да, а то, что не пользуемся. Ну, короче, такая-то вот она большая, вместительная. Все сложила, то, что еще не выкидываю пока, но ничего интересненького. Короче, тут бокалы все внизу. Так, это здесь. Здесь я сложила все для чая. Вот у меня здесь море чая всякого разного. Все для чая, заваривать и сахар, и тут и всякие эти конфетки, заварники. Здесь у меня все такое, там, монтажные дела под рукой, чтобы были. Здесь тоже у нас монтажные дела. Вот. Здесь будет кофе. Чайник. Ага, чайник мы переставили туда, хотя он должен быть здесь. Вот не продумали этот момент, надо поменять местами. Ну, и, соответственно, вот эту вот я повесила черную, потому что вы мне тогда говорили, что она стильная. Вот она стильно здесь смотрится. Стол мой убрали, но стол здесь нужен. Пока что временно поставили все так, потому что еще не подумали, как и что здесь сделать. Вот так стоит у меня всякие мои принадлежности. Я пока что буду сидеть вот здесь. Вот. Отсюда это выглядит вот так. Мы решили отодвинуть, ну, этот немножко диван, чтобы там пространство было. Здесь спокойно сяду вот я, да, и два человека здесь спокойно сядут, покушать, посмотреть телевизор. Как бы гости на диване, очень все удобно. Кстати, еще диван новый, который я хочу, я хочу, чтобы на нем спиночка точно такая же была, на которой можно присесть. И если эта спинка будет здесь проходить, то вполне себе с двух сторон люди сядут и общаться, и она мягенькая. Ну, вот даже я сюда сажусь, и мне уже нравится здесь сбоку, я вот так вот сижу, вот так вот сижу и прекрасно общаюсь и там пью что-то. Если здесь смогу сидеть, то классно. Сейчас здесь, конечно, спинка узенькая, и так неудобно сидеть, а так будет вообще кайфовенько. Народу много можно будет пригласить в гости. Так, ну еще хочу показать, как с выключенным светом, смотрите, выглядит все, это очень красиво, когда вот эта подсветочка, да. Короче, вот эти обои, они такого цвета, и вообще, ну вот все, да, вот здесь получилось такого цвета, что очень зависит, какая лампа здесь у нас горит. Если, вот, допустим, мы выключим сейчас вот этот свет, да, вот так вот, красотенечка у нас, да, и мы начнем. Дэнь, подожди, и мы начнем вот этот цвет включать, например, желтый, вот, другая уже атмосфера, уже как будто вот здесь вот именно зона. Вот такая желтая есть совсем, да, Дэнь, ну подожди. В общем, меняется все в зависимости от света, меняется обстановочка, и меняется цвет обоев. В общем, напишите в комментариях, как вам, нет, вот так вот, да, напишите в комментариях, как вам, еще будем облагораживать. Ну, диван новый хочется, новый диван, продолжение вот этой вот столешницы, вот так, наверх, черная. И еще одна из идей, это, может быть, не покупать вот этот фартук, да, как там. Бери бананчик, будешь банан, бери банан. И это, короче, можно просто черную обоину вот так вот сделать, и это будет такой, ну, отделяться эффект, вот. А там у меня уже будем думать какой-то декор. Короче, пока так. Так, пишите в комментариях, как вам новая, новая кухня, новый зал. Это не настоящие зайка яйца. А вот это яйца. Это резиновые яйца. Ногу, постучи яйцами. А что это они, не бьются? Знаешь, почему они не бьются, Дэнь? Потому что они резиновые, они резиновые, зайчик, они не настоящие, эти яйчики не бьются. Всем доброе утро. Сегодня уже прохладненько на улице, Дэнчикой идет в садик. Я что-то налегке немного одета такая. Сейчас отведу Дэньку в сад. Буду прибираться, потом снимать видео. Потом, наверное, поедем в Леруа за поиском новых дизайнерских решений в квартире. Так, побегала со своими кошками и котами. А что это? Хотела показать вам. Я буду сейчас снимать свое первое видео на второй канал с этим фоном. Так, все оформила. Там что-то включила. Там у меня тут выставлено определенным образом. Очень красивый фон получается. Ой, а я вам сказала вообще доброе утро. А, да, мы же в садик сошли, я вам сказала доброе утро. Дэнку в сад отвела, кофе попила, видео выставила. Сейчас буду снимать. Вот. Сейчас 11 часов уже. Мне нужно успеть все сделать до 12 часов. И вот после 12 мы поедем уже в один магазин, в другой. Посмотрим, что у нас тут элементики всякие доделать. На самом деле маленькие элементы очень-очень много решают в квартире. Вот такая вот большая посылочка пришла мне от Василька. Сейчас я готовлюсь к съемкам. И пока сейчас крашусь и почитала комментарии еще с видео вопрос-ответ, хотела дать немного обратной связи, потому что мне очень приятно, что под этим видео очень много прям вот моих зрительниц, которые воспринимают меня такое, какая есть, которые услышали мой посыл, мое искреннее, истинное настроение в видео вопрос-ответ. Потому что вот одна из девочек, кстати, задала вопрос, там, да, многие что-то там, претензии какие-то, какой-то негатив у меня и так далее. А большинство комментариев читаешь, и все все понимают, все говорят, все правильно делаешь. Ну, большинство, да, поддерживает. Это очень приятно на самом деле, когда большинство людей тебя поддерживает. Вот. И делает тебе добрые пожелания. И какой вывод я делаю из всего этого? Вот я такая, какая я есть. Очень много людей, которые меня смотрят, комментируют по тем или иным причинам. Что-то во мне нравится, что-то во мне не нравится. И сколько людей, столько и мнений на меня. Я делаю вывод, что я, в принципе, остаюсь неизменна. У меня очень четкая внутренняя позиция. У меня хороший, богатый опыт жизненный для того, чтобы я понимала, от чего вообще отталкиваться и делать выводы какие-то по жизни. И почему я так рассуждаю, а не иначе. Любое мое суждение – это не просто какой-то устой жизненный. Да, просто потому что где-то в книге написано или еще что-то. Все, о чем я думаю, весь мой взгляд, вообще вся я, собрана из многих-многих мелочей и проработок, задавая себе вопросы. Я вообще не из тех людей, которые вот эти, знаете, какие-то стандартные фразы, да, и по ним живу. Нет, я очень придирчивый человек, особенно вот что касается внутренней психологии. Почему ты это сказал? А почему ты так посмотрел, да? А почему ты так думаешь? И к себе я точно такая. Я очень люблю вообще на эти темы все рассуждать и докапываться до истины какой-то внутренней. Я не поняла! Что ли деловая какая? Колбаса. Залезла, ходит. В общем, я к тому, что я остаюсь неизменна, потому что внутри у меня все это очень четко стоит. Соответственно, а люди меня воспринимают все очень по-разному. Кто-то говорит мне, ты тут с агрессией, с претензией. Кто-то говорит, что, блин, такая добрая, стала еще мягче, еще светишься ты, понимаешь? Понимаете, да? То есть каждый видит то, что у него внутри. Вот я не устану это повторять. И это наглядный такой пример. Если это кому-то непонятно, вот я сейчас говорю, я думаю, что большинство, я так понимаю, что большинство моих зрителей, судя по видео вопрос-ответ, которые меня поддерживают, они именно эту мысль мою, которую я сейчас хочу донести, они поймут, что видите во мне по большой части, мне кажется, даже 90-80% во мне видите вы сами себя. И еще раз повторюсь, что если у вас внутри есть прекрасное, есть доброе, есть позитивные мысли, вы это будете видеть в других. А если внутри какой-то негатив, вы чувствуете мир как какого-то агрессора, что что бы ни происходило, кто бы ни встречался на вашем пути, и даже кого бы вы ни смотрели, выбирая сами, понимаете, своими руками, своими глазами, вы будете видеть в них какую-то конкуренцию, нападение и какой-то негатив. Хотя я абсолютно не знаю никого, да, и я вообще обобщенно каким-то вещем, я просто транслирую как бы то, что у меня внутри, делюсь своими мыслями и эмоциями, да. А другой человек, вот кто-то обратит внимание и увидит там, что глазки блестят, а кто-то скажет, ах, все понятно, ты нас ненавидишь, и вот это все пошло от того, все, все понятно теперь, потому что ты зазвездилась. Вот, поэтому у меня к этому отношение такое, и мне крайне приятно было увидеть очень много моих единомышленников и людей со светлой душой. Вот, я вас люблю, и я для вас стараюсь, и даже когда я делюсь своими эмоциями о том, что там мне трудно, и я устаю, это я просто реально делюсь своими эмоциями. Вы здесь не как причина, потому что вот, я для вас, типа вот, я для вас вот такая стараюсь, типа вот, я тут вся из себя изнемогаю, да, это, ну, это такие жизненные, это мой осознанный выбор, быть блогером, быть вот настолько занятой. Я всегда и мечтала, в принципе, у меня был период жизни, когда я лежала реально на диване и смотрела сериалы, кушала и гуляла, и больше ничего не делала. Я вспоминаю эти моменты только потому, что хочется иногда отдыха, да, но вот жить вот так просто ни о чем тоже мне не нравится. Мне больше нравится даже сегодняшний день, когда ты вся в запаре, у тебя что-то растет, то есть ты делаешь, суетишься, и ты не стоишь на месте, у тебя что-то растет, растет, растет. И это круто, я просто делюсь своими эмоциями, что я тоже человек, я устаю, как и все, и не так все радужно, как может кому-то казаться, да, вот так вот. Это всего лишь вот мысли, вот. Короче, я вас люблю, спасибо, что вы со мной, все для вас. Ну что, взяла два кусочка, это линолеума кусочек, это наших обоих кусочек, там будем подбирать, одну стену задекорировать, короче, взяли на всякий случай. И я сняла видео, и вот мой новый костюмчик уже на мне. Настроение у меня, кстати, прекрасное, и я очень люблю, когда я накрашенная после видео. Я такая сразу думаю, надо везде быть, а то меня все время видят такой какой-то домашний, накрашенный, с пучком-то на голове, да, это. И еще хотела сказать, а еще, конечно же, пока я тут то-то-то-то-то все, дома жрать-то нечего, никто не готовил, я не готовлю. Короче, сейчас быстро в нашем кафе покушаем и поедем на почту, отправлю посылку, девочка из Молдовы заказала посылочку, вот она она, там у нас шубка, вот. И пересылка стоит практически столько же, сколько и сама шубка, но она очень ее захотела, поэтому я ей отправила. Так, ну вот наша еда, куча свеженького, сейчас что-нибудь выберем покушать. Заказала салатик какой-то русской красавицы, тут ветчина, сыр, помидорчики, огурец. И грибной супчик. Ой, как хорошо, горяченький супчик, салатик, сок. Так, сейчас на почту и приятные вещи будем делать. Теперь едем в магазин, уже подъезжаем к магазину, где продаются диваны. Сейчас посмотрим реальные цены и варианты. Так, диванчик вот такой вот пересмотрели. Это он уже разложенный здесь, ну цвет не тот, который мы хотим, но сам факт разложенный. Да, их можно вот ручка, не ручка, вот протираешь, обычно влажная салфетка, и все открывается. Их можно комбинировать, можно несколько кожу, допустим, сделать. Вот этот же диван в сложном состоянии, вот так вот выглядит. В принципе, он нам нравится, только нам нужны бортики вот здесь, потому что у нас зонирование, и бортики, они как бы как раз зону определяют, то без зоны не очень. Так можно кучу цветов разных комбинировать. Вот так вообще удобно, вот так бы прям я кино бы смотрела. Зашли в магазин, здесь просто мир обоев. И мне так нравятся обои, смотрите, девочки, вот эти черные. Прям интересно, куда бы их можно было применить. И вот такие тоже мне нравятся. И вот эти, мне нравятся, боже, серебристые обои. Шик-блеск. Вон серебристые эти такие тёпленькие. Блин, сколько здесь обоев шикарных. Девять рулонов. Девять рулонов. Девятьсот пятьдесят. Тут цены нормальные. Зашли, а тут итальянские обои вообще. Крутенские. Вот такие красивые всякие штуки. Смотрите. Обалдеть обои. Обалдеть. Тут даже цен не написано, наверное, специально, чтобы в шок не вгонять покупателя. Смотрите, какая зимняя сказка называется. Всё блестит. Господи. Нет, держитесь. Ух ты, вы видели вот это? Блин, девочки, здесь столько крутых обоев. Просто. Аж пожалели, что не здесь взяли. Такая красота нереальная. Видите? Леопард. Я знаю, кому бы он понравился из наших ростовских блогеров. Зашли в Мегу, Аксай. А тут машину поставили. Это Hyundai Creta новая. Вот. Смотрим. Прикольненько. Панорамная такая тут вся штука красивая. Полная комплектация около двух миллионов. Прикольненько так выглядят фарки. Смотрите. Фары мне нравятся. Мордочка прикольная. Ой, перекусила сейчас, съела свой любимый вот этот блин Цезарь. И думаю, что-то сладенького не хватает. Взяла классический сеннабон. Кстати, вот так просто, если её брать, по-моему, 220, она стоит. А вот такая штучка нарезанная здесь. Стоит 170, по-моему, рублей. Ну да, я за 170 купила. Блин, ну такая вкусная та. Это их классическая штука. Классная. Сейчас у них сезонная какая-то есть там вишня и шоколад. Но мне показалось, она будет очень сладкая. Но вот сейчас ем, она такая сладкая. Думаю, та слаще не будет. Надо было попробовать. Короче, кайфую. В общем, сейчас зашли в место, где было много обоев. Выбрали там интересные обои. Там, кстати, нам немного надо чёрного, да. Там на остатке один рулон был. Но он стоил один рулон 1600. Ну, как бы можно было. Нормальная цена. Мы-то дороже, да, кстати, постелили. Ещё я заметила, что очень красиво смотрятся чёрные обои в квартире. Теперь мне хочется всё чёрное. Понимаете? Я и с крайностью в крайность вообще. Вот. Сейчас идём в Леруа. А, ещё мы обратили внимание на жидкие обои. Чё-то такая идея понравилась. Что можно сделать? Два варианта выбрали, но там, к сожалению, всё под заказ. Наличия ничего нет. А в Леруа тоже есть жидкие обои, девочки. Разные. Там их вообще составить, я так походу поняла, можно. Сейчас посмотрим, что там есть в наличии. И какие чёрные обои в Леруа. Ой, девочки, чё взяли? Всё-таки когда-то давно я хотела попробовать сделать контентик. Я обязательно сделаю. Это будет отдельное видео. Мы будем декорировать жидкими обоями. Жидкими обоями, которые мы взяли в Леруа. Они, правда, получились тут чуть дороже, дешевле. Короче, цена нормальная на 4 квадрата. Там, где мы были в том месте, там тоже у них. Там просто был один дешёвый какой-то вариант, а другой подороже, 1600. А эти 1400, короче. Взяли грунт, взяли эту лопатку, которую накладывать. Короче, приду домой и покажу, что мы будем декорировать. И вот этот кусочек будет из жидких обоев. Я и хотела попробовать, но я не рискнула. Ну, а сейчас условия совпали и рискнём. Девочки, зашли в ХДМ, а тут ещё больше, чем в том мире обои. Вот это мир обои, а не то. Обалдеть. Короче, мы взяли вот такое вот. Это базовое покрытие. К этому базовому покрытию также в Леруа продаются очень много всяких добавок. Всякие точечки, шарики, там, как будто рубленная скорлупа, какие-то блёстки. В общем, много всего можно добавлять. И получится такая декоративная, как штукатурка, да. Только она вот такая тканевая, как будто что-то такое непонятное. Короче, нам эта идея понравилась. И там в Леруа, кстати, представлено вот этот цвет, но с добавлением блёсток. Но на самом деле сам по себе он немного переливается. Мы не стали добавлять блёсток, ну, покупать ещё, да. Взяли просто вот такую вот. Попробуем, какая она будет. Вообще взяли одну на пробу, посмотрим. Может быть, что-то ещё сделаем потом этим, если получится. Легко и красиво, главное. Вот. Бесшовное покрытие, видите, тут вот. Короче, вот это вот нам на 4,5, до 4,5 квадрата. А мы собираемся вот эту вот стеночку, вот эту вот раз с одной стороны и с другой стороны красиво сделать. Надеюсь, там не будет видно что-то у нас. За этим, за холодильником место есть. Так, и что здесь? Сейчас я прочитаю. Вообще тут, ну, мне интересно, сколько оно должно простоять. Нам говорят, с вечера типа замешайте и утром сделайте. А часов-то сколько должно пройти по-хорошему. Сейчас почитаю, изучу. Также взяли, это у нас грунт такой вот для жидких обоев специально. Шёлковой декоративной штукатурки. Вообще, я думаю, это достойно отдельного видео. И вот оно будет в отдельном видео, прям как мы делаем жидкие обои. Точнее, я как делаю жидкие обои. Ну, и сюда идёт вот такой пластиковый кельма. Специальная, короче, штука. 300 с чем-то рублей стоит тоже. Вот это 1400 с чем-то, а вот это не помню, сколько стоит. Ой, девочки, пришли домой что-то, то ещё, блин, я сейчас понимаю, у меня же глаза щипят. Спать хочу. Фух. Надо чайку, наверное, попить. Чё-нибудь включить чуть-чуть. Сейчас без 28 только. Полчасика, наверное, ещё чуть-чуть протянуть и спать ложиться. Вот. Завтра, завтра чё-нибудь да сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok